Вместо аудитории – монитор, вместо привычных указок и конспектов – наглядная презентация. Работа со студенческой аудиторией сегодня сотрудниками Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям проводится в режиме онлайн. Удобно то, что, несмотря на расстояние, диалог получается достаточно открытым и доступным, а наболевшие и волнующие вопросы молодые люди могут задавать прямо в процессе общения. Мы находимся на большом расстоянии, но в то же время можем взаимодействовать, получать нужную информацию в любое время, в принципе, от любых источников, поэтому это очень удобно и практично. Для молодежи формат видеоконференции более понятный и доступный. Юноши и девушки уверены, что это не только создает безопасные условия для работы, но и серьезно экономит время. Однако не только эта аудитория находится в центре внимания спасателей. На территории Брестской области продолжается профилактическая акция «Не прожигай свою жизнь», направленная на привлечение внимания граждан к проблеме пожаров и гибели людей из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Позади несколько этапов акции. С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки спасатели делают сегодня акцент на проведение дистанционной работы с населением. Что же это значит? Налажена адресная почтовая рассылка профилактической информации и наглядной изобразительной продукции. Кроме того, проводятся профилактические беседы по телефону и онлайн-мероприятия. Если с молодежью работа ведется посредством зум-конференций, то одиноким пожилым гражданам о мерах безопасности сотрудники МЧС напоминают по телефону. Каждый разговор с обладателем золотых лет отличается друг от друга. Для одиноких бабушек и дедушек возможность пообщаться, особенно сейчас, в период пандемии коронавируса, стала чем-то очень важным и редким. Но за вопросами о здоровье сотрудники МЧС не забывают и про темы пожарной безопасности. Хотели бы вам сообщить, чтобы вы придерживались правил пожарной безопасности, соблюдали требования, которые установлены у нас в Республике Беларусь, соблюдали все предосторожности при курении, не курили в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Дистанционный формат профилактической работы будет вестись до тех пор, пока обстановка с коронавирусной инфекцией не изменится. Без внимания не должна остаться ни одна возрастная категория брещан. Продолжение следует...